итак всем привет сегодня будет у нас очень интересное видео это приветствие я снимаю отдельной частью потому как сразу забыл об этом как-то упомянуть и уже после в процессе пересмотра я понял что не сказал самого главного я не объяснил причину самой частой поломки лезвий на айкос при чистке значит неспособность именно не способность стандартных средств очистки в виде ватных палочек и тому подобного счищать эффективно нагар является основной причиной поломок то есть если объяснить это детальнее то в попытке счистить что-то что очень тяжело счищается внутри вам приходится очень сильно надавливать на само лезвие мы думаем что сила давления способна каким-то образом повлиять на эффект который мы ожидаем в конечном счете получить из-за этого все сильнее и сильнее нажимаем на чистящие средства на ту же палочку или зубочистку кто чем пользуется и в конечном счете мы обламываем лезвие суть этого видео объяснить что для эффективной чистки во первых не нужно сильно давить потому как средства которые буду дальше использовать я к примеру палочки с правильным чистящим покрытием вообще вообще не требуют какой-либо нагрузки на нажатие то бишь здесь важно не сила нажатия а количество повторений мы можем взять и совершенно спокойно без давления просто количество повторений здесь все решает 10 раз 20 раз или 30 раз мы проведем это и будет в конечном счете иметь результат они сила нажатия вот собственно говоря что хотел в предисловии к этому видео сказать и так приступим как это вижу я потому как кучу в интернете различной информации присутствует зубочистками там кто чистит кто чем и все это как правило безуспешно и все равно приводит к поломке так или иначе нагревательных элементов самого айкоса значит сам производитель нам рекомендует использовать для чистки вот такую щеточку щетка это по своему конструктиву ничего из себя не представляет обычная пластиковая база имеет некие рифление на низу резина переходящая в пластик и гибкие центральные части то есть они подразумевают что мы вставляем вот таким образом прокручиваем и эти лопатки резиновые снимают с нашего лезвия якобы весь нагар по факту конечно же ничего подобного не происходит был бы производитель на стороне потребителя они бы разумеется сделали устройство или щетку которая бы способна была действительно на самом деле почистить лезвие но это я думаю производителю ни к чему поэтому они предлагают такую штуку пытаются доказать что она работает по факту конечно же эта штука не работает в частности я пользуюсь для чистки обычными кофейными палочками и на кончик кофейной палочки наклеиваю вот такой кусочек скотч брайта если кто-то не знает что такое скотч брайт можно взять его с вашей мочалки для посуды и и шершавую сторону отрезать полосочку и капелькой супер клея приклеить чтобы вот так небольшой кончик буквально 5 миллиметров свисал его тоже можно зафиксировать капелькой супер клея если кто не знает отличным филлером для супер клея является спирт поэтому достаточно капнуть капельку супер клея прижать рукой и капнуть спирта и все это сразу мгновенно затвердеет значит также также на алишки можно приобрести вот такую вот штуку называется это комплект для чистки что он из себя представляет некую вот такую вот базу с характерным пропилом фиксатор им я лично не пользуюсь и я вообще не понимаю зачем он здесь комплекте лежит и вот такую лопатку значит работает это устройство и в принципе я часто очень использую его потому как самая львиная доля загрязнения приходится на вот эту часть лезвия на самый его вниз обычно мы чистим его сверху где-то здесь она очищается но в этой части у нас остается некий такой устойчивый сажевый барьер и этот барьер нельзя ничем счистить кроме как вот такая лопаточка которая идет в комплекте она с одной стороны плоская с другой стороны заточена и этой лопаточкой вот так проводя по лезвию вы совершенно без труда срезаете все загрязнения также ей можно прочищать и торцы снимая все загрязнения и верхушку значит но самая главная фишка в этом комплекте вот в этой вот подставки именно эта подставка имея вот этот пропил вставляется в базу нашего алькоса и является надежной подложкой для лезвия то есть лезвие лежит на этой подставке и сколь сильно бы вы не пытались надавить при чистке на саму лезвие у вас это сделать просто не получится потому как лезвие лежит внутри на этой подставочке и можно давить изо всех сил вот я изо всех сил давлю но сломать у меня лезвие не получится потому как ровно половина тела лезвия лежит на этой подставочке вот таким образом и мы совершенно спокойно чистим поэтому я считаю необходимым если вы хотите качественно и чтобы у вас долго работала лезвие качественно чистить все таки использовать вот такую приблуду можно конечно сделать и самому но зачем ее можно купить на алишке эта штука продается вставляется она обеими сторонами можно и так ставить попробую поймать может что было видно как лезвие внутри лежит на подставочке можно перевернуть и другой стороной вставить и совершенно без труда при помощи вот этой лопатки из комплекта по плоскости чистить с лезвия твердый нагар далее после того как мы срезали твердый нагар мы берем все ту же палочку со брайтом капаем на нее капельку спирта и уже когда она наспиртованная прочищаем ей остатки нагара сейчас я вот почищу лезвие разберу алькас и покажу вам результат салфеточка обычная аккуратненько кофейной палочкой той же обратной стороной аккуратненько опускаем салфетку вниз и как бы пропитываем всю тумуляку которую мы там насчищали вот так это будет выглядеть дело два раза это повторяем операция это не столь сложно аккуратно только давлением оказываем на на внешнюю стенку когда протираем ни в коем случае во внутрь не даем потому что сломаем лезвие вот так собирается весь этот раскисший нагар после этого алькас наш внутри уже остается чистенький сейчас я его открою дабы не быть голословным и покажу результат такой чистки при помощи подставки лезвия и обычной палочки снова немного меня отвлекли и так вот наш подопытный это наш боевой айкос на нем здесь все тесты проводятся поэтому резинку я не устанавливаю чтобы он легче разбирался значит вот результат чистки с применением здесь кстати лезвие не сильно боевое стоит она уже у меня имеет здесь некие следы прогара это экспериментально так сказать ну значит если дословно или детально показать процесс чистки что происходит у нас внутри то вот так подставка заходит в сам айкос и вот таким образом плоской стороной лезвия мы двигаясь по лезвию параллельно снимаем весь нагар а это штукенция металлическая подпорка не дает нам это самое лезвие поломать собственно это то как вижу я можно не использовать эту штуку палочки которые идут в комплекте спиртовые они не могут очистить потому что сама по себе вата не способна стирать твердые отложения вот эти вот я вам сейчас попробую показать это сейчас может быть у меня тут где-то даже есть такое лезвие более грязная сейчас поставлю на паузу порой и так вот я выискал одно лезвие к хотя тут конечно уже этих барьеров нету они уже тут так или иначе счищены на попробую показать в чем суть происходящего значит возьмем обычную ну так скажем ватную палочку в ее роли будет выступать эта салфетка сейчас я намочу ее спиртом вот наш спирт салфетка мокрая и пробуем очистить лезвие просто салфеткой спирту это эффект вашей ватной палочки мы значит трем трем конечно она по чуть-чуть вытирает вот видно появляются следы но фактически никакой полезной нагрузки эта штука не несет теперь вместо ватной палочки мы возьмем палочку со скотч брайтом мочим снова такие спиртом и проделаем те же манипуляции только с палочкой скользко на которой наклеен скотч брайт этот мы собственно говоря и проделываем внутри самого айкоса одну сторону вот на этой стороне тоже существует загрязнение просто даже в одну сторону ребра тем же лезвием мы дочищаем барьер снизу потому как он здесь просто очень высокий вот это лезвием мы его срезали сразу так счистили дочищаем вторую сторону ребрышки ребрышки чистить обязательно потому как не всегда плоскости являются причиной того что ваш стик плохо одевается чаще всего на самом ребре возникает нагар который препятствует правильному насаживанию стика вот я почистил протираю и показываю вам результат как видим лезвие по задней части выглядит как новое по ребрам точно так же рабочая фаска рабочая часть нагревательного элемента абсолютно не имеет никакого нагара точно так же здесь и вершина тоже абсолютно чистая вот такое простое устройство но его лучше использовать в связке с вот такой подставкой вы тогда вставляете его через верх сюда здесь имеется пропил заводите и прямо через отверстие чистите при этом вы можете уверенно надавливать у меня тут немножко оно тоже конечно сделано но тем самым лезвие будет идеально очищено собой к сторонам вот значит такое простое на мой взгляд но как обычно максимально продуктивное информативное видео вот насколько я вам хотел его предоставить всякие вот эти щеточки палочки спиртовые это просто маркетинг на самом деле если бы я производил палочки для чистки я бы производил их именно так а если бы я на месте производителя хотел выпустить какую-то щетку для чистки айкоса это было бы какое-то устройство щелевого типа которое совмещало бы в себе что-то по принципу двух вот таких лезвий на строго выверенном расстоянии которые бы просто одевались на лезвие и тем самым счищали с него весь нагар или какую-то щетку имеющую там что-нибудь наподобие какого-нибудь металлического основания обычную может быть металлическую щетку которая в том числе способна была бы счистить этот твердый нагар с лезвия но при этом она не являлась бы металлическая была вот такой в частности медной мягкой ну в общем что-нибудь такое но никак более агрессивное скажем потому как нагары снимать пассивными чистящими средствами такими как ватные палочки нереально ну в общем то результат я вам показал при вас очистил один из нагревательных элементов который уже не знаю я кстати куда засунул где-то уже он тут у меня потерялся а вот он лежит при вас очистил один нагревательный элемент собственно говоря вот такие наборчики я лично брал в Китае у меня вот их несколько штук есть вот в таких вот они коробочках поставляются эти наборчики стоит он там что-то порядка по-моему 9-10 долларов что-то там такое но эта штука позволит вам очень сильно сэкономить свои нервы и побережет ваше устройство ну значит как обычно если это видео было вам полезно не поленитесь поставить мне лайк подписывайтесь на мой канал на нем всегда выходит вот такого формата интересные познавательные информативные видео с вами был Григорий вейпшоп мегас кривый рок до скорой встречи пока до скорой встречи